Так, хорошо. Начинается второй день нашего пребывания в городе Клайпеда. Сейчас мы едем в центр, осматривать город, и потом выезжаем в город Каунас. Всех приветствую! Сейчас мы отправляемся гулять по городе Клайпеда. Или Клайпеда, как здесь правильно говорят. Погода у нас солнечная, плюс 16 градусов сегодня нам обещают. После того, как мы погуляем по центру города, мы поедем в город Каунас, где у нас будет следующая остановка, и также мы осмотрим город. Всем приятного просмотра! На крыше данного дома мы видим скульптуру трубочиста. Когда-то трубочисты играли важную роль в жизни городов стран Балтии. Забавно, что существовала старая традиция, что если встретишь где-то трубочиста, то надо дотронуться до пуговицы на его костюме, и это принесет удачу. Поэтому внизу на фасаде дома, где находится скульптура трубочиста, такая пуговица есть, только увеличенного размера, и ее можно потереть. Очень креативное решение! Морской порт Клайпеда – третий по величине город Литвы, с населением около 200 тысяч человек. Он находится на берегу Балтийского моря и Куршевского залива. У города есть точный день рождения – это 1 августа 1252 года. В этот день епископ Курляндии Генрих провозгласил обоснование крепостей Мемельбург. Мемель – как центра курляндского епископства. Исторически город всегда привлекал своим стратегическим положением и выходом в Балтийское море. Парусник Меридиан был построен в 1948 году в Финляндии, то есть он достаточно современный. Вначале служил в качестве учебного судна Клайпедского мореходного училища, потом встал на постоянную стоянку на реке Дана в центре города и превратился в популярный ресторан. Обвершал и пришел в негодность, был отреставрирован и снова радует жителей и гостей Клайпеды. Горшок с деньгами Горшок с деньгами – одна из многочисленных городских скульптур в Клайпеде, наполненных разным смыслом. Горшок с деньгами имеет совсем небольшие размеры, его еще нужно найти. Горшок – это именно горшок, лежащий на невысоком постаменте, из него высыпаются монеты. Монеты разные, и это очевидно символ того, что Клайпеда, находясь на берегу моря, торговала с разными странами. А может быть тут заложен какой-то другой смысл? В целом стоит найти и осмотреть этот объект. Находится эта композиция слева от биржевого моста. Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли на главную площадь города, которая называется Синоместис. В центре площади мы видим фонтан. Сверху памятник. Тоже вовсю пользуются электротранспортом. Мы подходим к запугу Клайпеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами подъезжаем к городу Каунас. Это второе по величине и значению город Литвы. Он был основан в 1280 году на месте слияния двух самых больших литовских рек Нямунас и Нерис. Сейчас это важный промышленный и культурный центр с населением около 400 тысяч человек. Поправляемся гулять по городу Каунас. Местные называют Каунас рассадником мафии. Туристы радуются его бурной жизни и обилию достопримечательностей. Сам же город взирает на суету вокруг себя со спокойствием и мудростью старца. За долгую и богатую историю он чего только не выкидывал. Легенда гласит, что Каунас, находившийся в 100 километрах западнее Вильнюса, был основан молодыми влюбленными с трагичной судьбой. Прекрасная дева Мильда унесла священный огонь своему возлюбленному, однако хэпи-энда не произошло. Хоральная синагога. Молодые люди были убиты разгневанными богами, но успели дать рождение Каунасу. Археологи датируют город 13 веком. До 15 столетия он считался важным оплотом борьбы с Тервонским орденом и западным ворпостом страны. Каунасу. Каунасу. Собор Святого Петра. Как крупный речной торговый центр Каунас сформировался в 15 и 16 веках. Здесь торговались немецкими купцами. Здесь же находилась гантейская контора. Из-за этого стратегически важного положения город не раз подвергался разрушениям. Однако обилие памятников старины доказывает, что жители любили свой город и неустанно восстанавливали и реставрировали его. Сегодня Каунас считается веселым студенческим городом с прекрасной архитектурой и достойными музеями. Костел Святого Франциска Ксаверия. Каунасский городской музей. Коунасский городской Петра. Каверия, на которой уже чем широко в суте. Костел Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Пресвятой Девы Марии. Мы возвращаемся на Ратушную площадь. Пресвятой Девы Марии. Пресвятой Девы Марии. Пресвятой Девы Марии. Сооружение было весьма солидным, высота стен превышала 10 метров, при толщине в 3 метра. С тех пор замок постепенно разрушался, отстраивался заново и снова разрушался. Фактически еще с 17 века замок как полноценный военный объект прекратил свое существование. В настоящее время восстановлена одна из башен и небольшая часть стены. Пресвятой Девы Марии. Весь центр города перекопан и перерыт. Вот такие вот здания располагаются рядом с нашим отелем. Отель у нас называется «Сентре-хотел», а во дворе все готово к съемке хоррор-фильма. Здесь когда-то был фонтан. Девушки в дереву. ПроцессOUGH Субтитры создавал DimaTorzok